Популярная группа Марсель из Санкт-Петербурга по-особенному дорогая жителям Ненецкого округа. Не случайно именно она стала одним из участников праздничного юбилейного концерта в Нарьинмаре. На следующий день Степан Литков, вокалист популярной группы «Парень из нашего города», принял участие в молодежном проекте «Диалог на равных». В маленьком городе есть возможность стать большим. Это один из слоганов «Диалога на равных», который провел ведущий радио «Север-ФМ» наш коллега Иван Никонов. С известным поп-исполнителем из Санкт-Петербурга Степаном Литковым, одним из основателей и вокалистом популярной питерской группы «Марсель». Участникам разговора, а это в основном молодые люди, интересно, как стать знаменитостью, известным на всю страну человеком, если ты родился и живешь в маленьком провинциальном городе. Степан Литков доказал, нет ничего невозможного, ведь он родом даже не из Нарьинмара. Родился на острове Колгоев, где проживает и сейчас с немногим более 300 человек. Я никогда не могла поверить, что у нас есть такие талантливые люди с нашего города. Очень интересно на самом деле, и вот захотелось еще почитать о его творчестве, послушать его песни. В общем, мне все понравилось. Творчество вокалиста оценил и Глеб Мариничев. Юноша в теме творчества группы «Марсель» и ее вокалиста Степана Литкова. Но он даже представить не мог, что сможет пообщаться со своим известным земляком на равных. Я узнал, как он начинал это все, как он пришел к этому, как это все начиналось, как создавалось. Узнал то, что он снимался в фильме «Мы из будущего». На самом деле, очень интересно было послушать. Это очень здорово, когда можно напрямую спросить у человека «Диалог на равных». «Диалог на равных» – это образовательный проект Федерального агентства по делам молодежи. В его рамках проводятся встречи известных людей из мира политики, спорта, культуры и бизнеса с молодым поколением. Я никогда не занимался музыкой, именно теорией музыки. Я не знаю, что такое сольфеджио. Серьезно, я не знаю, что такое гаммы и так далее. Поставьте мне ноты, я скажу, что это такое, какие-то каракули или что. Но дайте мне клавиши, я сяду и буду просто играть. Это будет импровизация, это будет что-то новое. Буду искать какие-то гармоничные ходы на слух, именно на слух. Потому что я не знаю, как это называется. Наверное, это называется «Идеальный слух». Степан рассказал о начале своего творческого пути. И это было еще в Наринмаре. Будучи школьником, а учился Степан в первой школе, он создал с друзьями группу «Дядя Степа», которая пользовалась большой популярностью среди молодежи. Был и звездой местного КВН. Два золотых правила. Если кто-то из людей, которые с тобой рядом каждый день, и в принципе влияют на тебя очень сильно, если они тебя не поддерживают и не верят в тебя, самое главное, не верят, то лучше сразу расставаться и оставаться друзьями. Не знаю, просто, а может быть, даже не друзьями оставаться. И вместо этого человека нужно найти своего единомышленника. Единомышленниками всегда была его семья. Именно поэтому авторитетом для Степана и главным ценителем его творчества является мама. Я никогда не выпущу песню, которую я бы не смог показать моей маме. У меня есть такой ценз, как в моей личной голове. То есть я могу даже и не показывать ей, понимаешь? Так всегда и почти бывает, что... Но вот этот вот ценз, что моя мама учительница, и как-то вот всю жизнь меня воспитывали так, что у нас в семье никто не мачугается, не курит, не пьет. То есть вот такие у нас, не знаю, движухи у меня с самого детства впитывали мои родители. За что я очень сильно благодарен. Наталья Кислякова, Владислав Носкин, Телеканал Север.